Добрый день дорогие друзья, это программа тема дня на канале ИТОН ТВ. Сегодня в студии Михаил Юровский и я приветствую нашего гостя студии, специалиста по недвижимости Циона Алона. Здравствуйте, Цион. Добрый день, Михаил. Я пригласил вас собственно для того, чтобы рассказать нашим зрителям, слушателям и читателям об актуальных тенденциях на израильском рынке недвижимости. Поскольку были несколько противоречивые сообщения Центрального бюро статистики, я хотел бы, чтобы вы разъяснили нам, что происходит с ценами на недвижимость, на жилую недвижимость. Вы знаете, я за последние несколько лет воочию наблюдаю все эти радикальные меры, которые те или иные политики, как люди, которые принимают решения, несомненно эти решения сказываются на рынке, принимают решения совершенно безответственно. Я коснусь сейчас того, что происходит с ценами на рынке недвижимости. Дело в том, что последние месяцы трубили о том, что цены на недвижимость будут продолжать падать и что, несомненно, вот эта вот программа, которая наявлитель называется «Михаилемиштаке», на самом деле по-русски это цена для новоселов, что эта программа, несомненно, благая весть и в результате будет системное понижение цен в длинной перспективе. Люди, которые на рынке и профессионально занимаются рынком, то есть я, мои коллеги, мы давно уже трубим вовсю о том, что на самом деле тенденции противоположны от того, что нам продают СМИ или то, что пытаются средства массовой информации продавать политики, инициирующие эту программу, в частности, Мош Кохлон. Это его флагманская программа. И мы трубили о том, что на самом деле не может в длинной перспективе быть понижение цен, потому что элементарно нарушаются все каноны свободного рынка. Не может быть в длинную перспективу понижения цен при растущем дефиците квартир. Хорошо, вот ты, да, я все-таки начал с того, что мы говорили о том, что есть, вроде бы говорили несколько месяцев в первой половине года о том, что цены снижаются, и публиковались результаты. Я говорю о результате, не о причинах. Причин мы коснемся позже, но результаты были таковы, что, вроде бы, да, были последовательно каждый месяц цены снижаются, снижаются. Но вот последний месяц вроде бы написали, оп, а цены поднялись. А вот вы работаете на юге Израиля, в основном Бершева и окрестности. Совершенно верно. Вот что вот у вас там происходит? Ну, во-первых, у нас на самом деле сказываются эти флуктуации, цены, если так можно сказать, изменения, на самом деле намного больше, нежели в центре. Потому что в центре все-таки рынок более сбалансированный. Что в одну, что в другую сторону, он более консервативный, и все эти изменения медленнее сказываются на рынке. У нас из-за того, что это все-таки Неги, это юг страны, и это город, который равноудален от других крупных городов, все эти изменения более радикальных характеров. Это столица Неги. Ну, это столица Неги. Давайте брать в расчет, что население, конечно же, на уровне где-то 10-30 тысяч человек. То есть, это пятый город по величине. Это пятый город, то ли четвертый, то ли пятый город по величине. А я вам скажу так, что, допустим, последние месяцы на протяжении двух последних месяцев предыдущих, до последнего, было понижение цен на 0,1 процента, последовательно два месяца понижались цен. Это по официальной статистике? Это по официальной статистике. А по вашим наблюдениям? По нашим наблюдениям происходят два процесса. Происходит дальнейшее заморожение рынка, большие части рынка, по крайней мере. С одной стороны, объемы продаж снижаются меньше, покупают и меньше продают. Совершенно верно. Объемы продаж снижаются с катастрофической скоростью. И, тем не менее, вот это вот снижение объемов продаж не влияет прямо пропорционально и даже не криво пропорционально на понижение цен. Потому что продажи падают по простой причине. Население не готово продавать недвижимость. То есть покупателей меньше, но и продавцов тоже меньше? Продавцов меньше только потому, что покупателей меньше. Есть куча объявлений на продажу, но они просто не продаются, потому что покупатели чего-то ждут. То есть по тем ценам, по которым продавцы готовы продавать, покупатели не готовы покупать? Не готовы покупать, а те, которые готовы были бы покупать в нормальных рыночных условиях, здорового алгоритма рыночного, эти покупатели сейчас заняты тем, что они просто сидят на обочине, где-то на заборе и ожидают, что вот сейчас будет им счастье и будет куча квартир. — А вот такие вот программы, как, например, такая стратегическая программа, как переезд баз израильской армии ЦАЛА в Негев, то есть, например, учебно-тренировочная база, даже учебно-тренировочный городок, то, что называется на иврите Ира-Багадим, он переехал, он уже работает, уже вроде бы, да, такие победные реляции оттуда, все хорошо там, развед приток контрактников, у которых есть деньги, он не обеспечит какой-то спрос, по крайней мере, частично? — Ну, во-первых, насколько мне известно, приток контрактников, который ожидался, он оказался более консервативным, это не то количество людей, которые ожидалось, и были реляции победные, вот сейчас переедет 150-20000 человек, город должен был удвоиться, да, практически. Во-первых, темпы этого переезда, они низкие, и, во-вторых, все-таки, даже если бы эти темпы выдерживали бы проверку временем, и действительно то количество людей, которое ожидалось вот за этот период времени, так и переехал бы, все равно это не выправило бы кривизну рынка, которая возникла, потому что идут макропроцессы, они не связаны с Байршевой сугубо, это макропроцессы по всему Израилю, а Байршева никак не отдельное государство, да, то есть какие-то вещи работают в плюсовую сторону, а какие-то вещи все-таки мы подвержены всем тем процессам, которые в целом по стране. Просто они у нас принимают более радикальный характер. — Вот, на этом моменте я хотел бы заострить внимание. Из того, что я читал в прессе и слышал от игроков рынка, и от вас лично, было ясно, что значительный сегмент рынка, по крайней мере, был до где-то 2015 года, составляли инвесторы. То есть люди, которые покупали, мелкие инвесторы, которые покупали вторую, третью квартиру с целью инвестиций. То есть они жили или живут в центре, а приобретают там на какие-то свободные средства, недорогую квартиру для того, чтобы ее сдавать. В частности, очень были популярны квартиры вокруг больницы и вокруг университета. — Вы правы, вы даже хорошо осведомлены. — Я с вами общаюсь. Вот что сейчас с этим сегментом рынка? — Во-первых, рынок инвесторов потерпел, получил большой урон по всему, по всей стране, а в Байршеве тем более. Политика нынешняя министра финансов была направлена на то, чтобы просто изгнать инвесторов. Я не знаю, какова логика, прошитая под такой политикой. Честное слово, я анализировал совершенно разных сторон. И как специалист по недвижимости, и как политтехнолог, я пытался понять, какова цель и задумка, когда пытаются изгнать инвесторов с рынка. Потому что инвесторы на рынке — это здоровая функция. Ее можно корректировать, но изгонять ее, то есть перекрывать вообще кислород инвесторам, это абсолютно болезненный подход, потому что это один из толповых сегментов, на которых держится рынок. Мы не можем ожидать, что мы будем подтачивать одну из ножек стула, и стул будет устойчиво продолжать стоять. Рынок — это тот же самый стул. — Но плоскость может проходить через три точки, так что стул может устоять. — Первичная стабильная минимальная система — это, конечно, три точки опоры. Но она уступает четырем-пяти точкам опоры. То есть мы должны стремиться к тому, чтобы рынок был более стабильный, более устойчивый. То, что происходит сейчас — просто подтачивается одна ножка за другую. — Хорошо. Следующий вопрос. Если инвесторы — это в данном случае — это люди, которые создают предложения, то есть они создают спрос на рынке жилья для покупки, но создают тем самым предложение на рынке жилья для сдачи в аренду. То есть они квартиру покупают и потом ее сдают, в этом смысл сделки. То, что меньше стало инвесторов, повлияло ли это на цены на аренду? — Нет, вот в том-то и дело. Дело в том, что даже в той функции, к которой мы сейчас касаемся, это когда инвесторы создают, как Вы правильно ответили, некий спрос на рынке предложений, покупают эти квартиры, а дальше уже происходит либо их перепродажа в какой-то некой перспективе, в дальнейшей. Потому что цель инвестора — это войти на рынок, заработать деньги и уйти с рынка. И так в неком цикле. Либо, если не получается выполнить функцию заработка, получения прибыли в будущем, они получают прибыль по-другому, они просто начинают задавать квартиру. Но ведь давайте коснемся сегмента, который называется «Кто потребляет эти квартиры? Кто снимает квартиры?» Квартиры снимают как раз тот сегмент рынка, который либо не может позволить себе купить по тем или иным причинам, либо просто временно находятся в каком-то регионе. Это студенты, это те, которые временно переезжают, они не видят перспектив, которые хотели бы купить квартиру в Байаршеве, например. Они приезжают на несколько лет отучиться и вернутся. Естественно, что студенты не будут покупать себе квартиру в Байаршеве, а намерены снять на 2-3-4-5 лет. Поэтому инвесторы и в данном случае выполняли совершенно полезную функцию. КПД от инвесторов всегда высокий. В той или иной форме, в том или ином русле они выполняют полезную функцию на рынке. То, что сейчас происходит, с одной стороны, инвесторы их ушли просто с рынка, а не то, что ушли по своему желанию. То есть, был ряд законодательных актов, были в налогообложении введены новшества, которые вынудили инвесторов, убедили их уйти с рынка. Куда они уходят? Они ведь не остаются в стране. Они уводят капиталы за границу. Зачем создавать ситуацию, при которой инвестор со своими деньгами уходит работать на каком-то другом рынке, неважно каком. Это уже не наша страна, это не наше налогообложение, это не наша казна. Мы теряем непосредственно деньги в казну, которые обеспечивают те же самые, допустим, слабые социальные слои населения. Давайте оставим это в стороне. Я вам скажу так, инвесторы ушли, квартиры, большое количество квартир не продается. Но не только из-за инвесторов, а из-за того, что, ну вот если просто нашим зрителям объяснить, рынок это некий, скажем так, замкнутая экосистема. Представим себе, что по цепочке передаются акты купли-продажи. Тот, кто покупает первую квартиру, высвобождает того, для кого следующая будет уже вторая квартира. Тот, в свою очередь, высвобождает кого-то, кто хочет купить коттедж или виллу. Так вот, если количественно посмотреть, большое количество людей начали ожидать и не покупать те квартиры, которые должны были, в свою очередь, создать рынок на вторичном рынке. А я еще не встречал колеса, из которого можно достать некий сегмент и ожидать, что оно будет крутиться дальше. Вот как только колесо спущено, нормальный водитель останавливается и начинает решать проблему спущенного колеса. То есть, просто все встали, 90% рынка, 80% рынка встало по причине именно сегмента населения, для которых, да, была объективная проблема с приобретением квартиры. Но остановкой рынка, созданием лишнего дефицита квартир, эту проблему не решить. Подход должен быть, на мой взгляд, да, то есть я не министр финансов, но налицо полная оторванность его команды от того, что происходит на рынке. То есть, в смысле того, чтобы прийти и пообщаться с специалистами. Я же не говорю пообщаться с экономистами, наверняка они сидят в кабинетах, капошат какие-то там обсуждения. Им надо было спуститься на землю обычную, грешную, встретиться с специалистами, которые работают на рынке и спросить, ребята, а что нужно сделать для того, чтобы квартир стало больше, чтобы они продавались эффективнее, и что нужно сделать с другой стороны, с банками, чтобы банки лучше и удобнее давали бы те же самые ипотеки. Вот тогда я очень верю в работающий рынок. Рынок должен работать. Строительный подрядчик должен производить, строить квартиры. Когда он производит квартиру, это благо. И по всей цепочке от строительного подрядчика распространяются также и заказы. Когда строят дом, это паркет, это гвозди, это цемент, это бетон, это кухни, это мебель, это все, что угодно. И у всех этих субподрядчиков начинают возникать заказы. А это семьи, это зарплаты. Рынок так работает. Если мы останавливаем строительство как сферу, вместе со сферой строительства останавливается очень большое количество бизнесов, как частных, крупных, мелких, средних и так далее. Вот когда мы говорим о том, что последнее время, последний год пошло понижение на 20% от новых инициатив в области строительства на 20% меньше начали строить новые проекты. Это колоссальная цифра. У нас в год в среднем последние годы, и это было неким достижением, начинали строить порядка 55 тысяч новых единиц жилья. Вместо того, чтобы от 55 тысяч новых единиц жилья довести рынок до состояния, когда строится 100, 120, 150 тысяч новых единиц, у нас есть открытый дефицит на рынке жилья. Есть закрытый, с которым нами не делится. Если чуть больше статистики, порядка 123-124 тысяч человек или семейных пар, скажем так, заявок было подано по программе «Цена для новосела». Из 124 тысяч поданных заявок за последние 2,5-3 года только 15 тысяч заявок были удовлетворены де-факто. То есть те, которые подписали уже договор? Те, которые подписали и те, которые находятся на стадии вселения. Программа действует 3 года. Из 124 тысяч заявок удовлетворено по факту, по сути. Ни объяснения, ни обещания, ни ожидания, а вот то, что по факту решили. Порядка только 15 тысяч. Но выиграли это право порядка 48-49 тысяч. Да. Понимаете, там делится на несколько стадий. Я беру только два конца. Сколько было записано людей, то есть желающих, готовых ожидать, тех, которые ушли с рынка. То есть три серии – это всего 120 тысяч. Совершенно верно. Грубо говоря, я могу сказать так. Порядка 125 тысяч человек, Сергеевич, семей, ушли с рынка и начали ожидать. Порядка 15 тысяч находятся на стадии полного удовлетворения, то есть въезда в квартиры. Что происходит с остальными? Это только 12-13 процентов, если мне не изменяет память. Что происходит с остальными 85-87 процентами населения? Они продолжают ждать. А теперь, просто чтобы нашим зрителям было понятно, буквально на пальцах я вам объясню, в чем фишка, отрицательная фишка. Программа эта обещает удешевление порядка на 200-300 тысяч шекелей. В зависимости от региона, где-то 150, где-то 200, где-то 300 тысяч. До 700 доходит. Иногда доходит до 700. А теперь представьте себе, что люди, которые подписываются в своих ожиданиях, а иногда фактически подписываются под программу, а иногда просто подали заявку, но не подписываются. Есть масса народа, которая ждала и откатывается обратно. Эти люди теряют порядка около 5-6 лет своего времени и платят в это время за аренду. За 5-6 лет в среднем в Израиле за аренду у семьи уходит порядка около 200-250 тысяч шекелей. Скажите, стоит ли ждать 5 лет и тратить 250 тысяч шекелей, чтобы получить квартиру, рыночная стоимость которой профессиональными оценщиками квартир оценивается на 10-15% ниже, чем квартиры подобного же рода? Это риторический вопрос. Где логика? Где логика? Зачем ждать 5-6 лет, брать то, что стоит меньше и тратить за это время то, что тебе обещали выиграть? Это риторический вопрос, уважаемые зрители. И последний вопрос, который может быть будет интересен не только израильским зрителям, а и зрителям из стран СНГ. Я знаю, что, открою секрет, вы немного знаете грузинский язык. Ну, немного на уровне родного, да. Да. Вот я знаю, что часть денег инвесторов, которые оставляли их в Израиле, она уходит в такой популярный город, как Батуми. Вот насколько там выгоднее или может быть невыгоднее приобретать недвижимость для инвестиций? Я не говорю не с целью рекламировать какой-то конкретный проект, а вот для примера. Вы знаете, я отвечу в двух ипостасях. Отвечу как профессионал и отвечу как выходец из Грузии, да. Если вы позволите. Во-первых, как профессионал. Я сторонник того, что каждый проект должен взвешиваться отдельно. Анализ проекта, его выгодности, выгодности вложений и инвестиций должен взвешиваться на основе конкретных данных. Вполне может быть, у меня есть проекты, допустим, в той же Грузии, где мы рекламируем и занимаемся маркетингом пары-тройки проектов в том же самом Батуми или около Батуми. Это интересные инвестиционные проекты, не крупного, среднего размера, но они весьма интересны в плане своей перспективы. Но если ко мне приходит потенциальный инвестор и говорит, Цион, мы бы хотели вложить X количество денег для того, чтобы в качестве инвесторов через Y время получить некий доход. У меня не будет каких-то пристрастий в сторону Батуми или в сторону Израиля. Как у израильтянина, у меня, конечно же, больше сердца лежит к Израилю. Я верю в израильский рынок. Я считаю, что это хорошо и для людей, и для страны, и для инвесторов. Поэтому рынок должен работать настолько исправно. Это мои ожидания. Это сейчас не происходит благодаря Кахламу. По сути, человек сделал все для того, чтобы убить рынок. Я очень надеюсь, что рынок умеет себя корректировать. Рынок – это не 10 или 20 или 100 или 200 семей. Это десятки тысяч семей. И людей, которые ожидают, и людей, которые встали и не работают только потому, что кому-то взбрендило в голову выдать абсолютно непродуманную до конца программу. Я убежден в том, что рынок себя откорректирует. Мне жаль, что цены подскочат дальше чуть больше, чем это могло произойти. Я верю, что, в принципе, израильская политика породит те изменения, которые должны произойти для того, чтобы больше не давать управление вот такими вопросами людям, которые не умеют просчитывать на два-три шага вперед. А то, что касается Батуми, это замечательный город. Он потрясающий. Израильтяне его очень любят. И не зря. Потому что там есть все. Там есть хорошие люди, красивое море, улыбчивое солнце и очень интересный для инвестиций проект в области недвижимости. Но я предлагаю каждому инвестору взвешивать отдельно и рассматривать без всяких приоритетов. Воспользуйтесь советом от профессионала. Проверяйте каждый проект по его технико-экономическим показателям. Это была программа «Тема дня» на канале Итон ТВ. В студии были Михаил Юровский и наш гость в студии Цион Алон. Спасибо, Цион. Спасибо вам большое. И вам, друзья, спасибо. Всего хорошего. Пока.